Девушки отдыхают В качестве исходного материала решено использовать крыс Они обладают уникальным чутьем, фантастической живучестью Их челюсти способны разгрызать металл, а строение скелета схоже с человеком Предполагается, что в процессе искусственной эволюции передние лапы должны превратиться в подобие рук И главное, в созданных условиях всего за год крысы способны продвинуться в своем развитии больше, чем человечество За сто лет В 1989-м лабораторные суперкрысы оказались на свободе Возможно, это совпадение Но именно в 1989-м, после ликвидации Саратовской биолаборатории Газеты пестрят сообщениями о появлении в московском метрополитене неких суперсуществ Их встречают в тоннелях путевые обходчики Несколько раз сбивают поезда Их следы обнаруживают на станциях Официально руководство московского метро всячески открещивается от крыс-мутантов Однако в городе упорно ходят слухи о создании специального отряда по борьбе с подземными грызунами Якобы бывшие десантники с автоматами и огнеметами по ночам спускаются на рельсы Крыса, уже мутирующая, будет превышать один метр без всякого шерстяного покрова То есть глаза уже другого совершенно цвета, такого бордового Мы лично работали с работниками метрополитена Показывали, откуда к ним могут проникать именно в метрополитен крысы Через какие трещины, через какие оборудованные цеха их неподземные То есть откуда они могут попадать непосредственно в метрополитен или на станции Метрополитен это не только станции, переходы и тоннели Это сложная система водоотвода Она содержит массу коллекторов и стоков, которые соединяются с подземными реками и городской канализацией Соединяются с системами бункера, которые связаны с метрополитеном Именно по этим зонам, по этим именно линиям, они идут цепочкой, наложены друг на друга То есть по этажам, это целый подземный город, где вот такие вот крысы обитают И попадают они именно из этих вот грязных, заброшенных систем водостока, в котором они уже давно живут Встречать крыс необычно большого размера доводилось и московским диггерам По утверждению Вадима Михайлова, эти существа сосредоточены в так называемых скотопрогонных тоннелях под мясокомбинатами Обилие крови и субпродуктов делает жизнь крыс здесь просто раем Мы увидели вот трех особей, приличных там, издали Нам показалось, что ростом с кошку там, каждый размер Так они бросились на нас В одну я метнул лом, попал в нее, она упала И тут же на нее раненую набросились вот эти сотоварищи И пока они там ее рвали, писк-виск стоял на весь этот туннель Мы предполагаем, что за нами уже несется целая стоя там в сотне этих голов То есть вы понимаете, как мы там испугались, да, в те времена еще Было по 18-20 Результаты проб воды в подземных коллекторах приводят в ужас Предельно допустимые значения соединений азота, тяжелых металлов и кислот В некоторых местах превышены в 20 раз Одни организмы в таких условиях вымирают, другие подвергаются мутации Крысы могут приспособиться к любым условиям Вот мы видим отпечатки крысинных зубов Для них вот этот минерал, крысин металла, полезный корм То есть вот они, видно, отпечатки То есть это не только здесь, но и по всему коллектору Крысы-мутанты Результат экологической катастрофы, которая уже наступила на подземном уровне города Но есть и другая версия Гигантские особи Прокол в работе секретной биолаборатории Где в течение десятилетий из мирных грузунов делали диверсантов и разведчиков Имя этого человека вымышленно голос изменен Тайна, к которой довелось прикоснуться Валерию, до сих пор находится за семью печатями В Саратовскую биологическую лабораторию он попал по распределению после института Было это уже в конце 80-х К тому времени в Вивариях находилось 148-е поколение лабораторных крыс Всего в нашей лаборатории было три вольера В одном раз в неделю имитировали смену времен года Считалось, что крысы так быстрее эволюционируют Во втором поддерживали постоянный уровень радиации А с третьим все было проще Там просто жила контрольная группа животных Это была просто большая клетка Днем младшие научные сотрудники чистили клетки, меняли воду, следили за соблюдением условий содержания Подопытные в это время, как правило, спали Ночной график жизни животных был расписан буквально по часам С крысами работали психологи, медики, генетики Младших сотрудников на тренировки не пускали Но даже по виду военные крысы отличались от обычных Их головы были крупнее, а передние лапы больше напоминали руки Тренировки продолжались до июня 1989 года Тогда пришел приказ о ликвидации лаборатории Животных и всю документацию надо было уничтожить И вот представьте себе военных, которые бегали по всей территории И не знали в чем дело Оказывается, наши суперкрысы прогрызли толстенную стенку бетона и сбежали Это был тоннель, который был тщательно замаскирован Проходил под всеми тремя вольерами И потом соединялся с системой вентиляции То есть крысы заранее знали, что их должны были убить Это сколько поколений должно было грызть, чтобы прогрызть такой слой бетона Сейчас на месте лаборатории остались лишь полуразрушенные корпуса Никаких документов не сохранилось Нет сведений о дальнейшей судьбе 189-го поколения обитателей вивариев Среди оказавшихся на воле суперкрыс были самцы и самки А значит, возможно, и 190-е, и 200-е поколение По утверждению специалистов-биологов Особой опасности крысы-мутанты не представляют В живучести они значительно проигрывают обычным серым крысам В многоэтажном лабиринте подвала в коммуникации тоннелей Серые создали свою цивилизацию Высокоорганизованное общество Со своими законами, порядками и иерархией И чужакам здесь не место Борьба за выживание заставляет этих зверей постоянно совершенствоваться Исследователи подземелий замечают уникальные особенности крысиного сообщества Непостижимым образом вести об опасных зонах, новых ядах, ловушках, подтоплениях и прочих опасностях становятся известны всему городу Подчас эти новости заставляют мигрировать целые крысиные города Мы шли из района, скажем, Тверской по системам коллекторов, которые проверяли Тогда активно все это осваивалось и проверялось В район ниже лежащий Трубный И пока проходили по вот этим ступенчатым купеческим подвалам Мы видели в одном месте, как из одного тоннеля, скажем, из пункта А в пункт Б Переселялась целая крысиная семья Если назвать голов 300-400, на взгляд, семьей То это очень серьезный муравейник, крысины Вот идут они очень интересным строем при этом Значит, это цепочка, в которой находится, как я понимаю, разведка Вот, первые крысы, они пожертвуют собой, даже если что-то случится И передадут информацию тем, кто вдали Только через два дня, 22 апреля 2007 года, стала понятна причина массового переселения На Трубной улице произошел провал грунта Пятиметровая яма длиной 50 и шириной 10 метров В результате подвижки грунта лопнули водопроводные трубы Прорвались электрические кабели Пострадали люди И ни одного погибшего животного Откуда крысы узнали о предстоящей беде? Крысы обладают коллективным разумом Это когда одна ячейка общества накладывается на другую Создавая те же самые акционные нейроны То есть огромный мозг В целом это отдельные кусочки знаний Вместе они складываются в единое знание То есть проблемы, которые стоят перед всей популяцией Решает не один индивидуум, а коллективный мозг На недоступных для обнаружения человеком частотах Мысли всех зверей объединяются в единый суперкомпьютер Где каждая отдельно взятая крыса Маленький нейрон, микропроцессор Уже третью неделю заключенный Константин Маслов ожидал расстрела На свободе он работал за вхозом крупного магазина Во время всеобщего дефицита нередко пускал часть товара под прилавок А после перепродавал спекулянтам Во время передачи очередной партии товара Сделку накрыл АБХСС В 1939 году наказание за такое преступление было однозначным Расстрел И в той камере-одиночке он не мог ни есть, ни пить Он ходил, как вот сомнам было, из угла в угол И появилась крыса И он, она сначала просто бегала, опасалась его Он стал отдавать ей всю пищу свою В первый раз крыса быстро схватила корку И утащила в нору под кроватью На следующий день ситуация повторилась Но крыса осталась есть хлеб посреди камеры Через неделю она уже безо всякого страха брала пищу из рук Константина Он там пробыл в этой камере-одиночке больше месяца Он к этой крысе как бы немножко привязался Она к нему, она перестала его бояться Постоянно он ее подкармливал Она регулярно появлялась, все И он даже ее гладил, она бегала по нему И все такое живое существо Однажды ночью Константин проснулся от писка Подруга по камере бегала по его кровати Запрыгивала на грудь Что-то пищало прямо в ухо Приговоренный к расстрелу понял Крыса пришла попрощаться Сердце сжалось В двери камеры повернулся ключ Раздался гулки Гулкие шаги За пределами камеры Потом засовы лязгнули Вошли трое Собираясь с вещами Завели его в комнату Начали зачитывать приговор И тут он услышал Что Михаил Иванович Калинин Своей подписью Заменил ему расстрел на 10 лет лишения свободы Крыса каким-то непостижимым образом Узнала о том Что ему расстрел-то не грозит А как она могла узнать Это вот и есть маленькое чудо Споры о происхождении на Земле Разумной жизни продолжаются уже не одно столетие Согласно последним научным данным Человек разумный появился на планете 40 тысяч лет назад Именно тогда Примитивные неандертальцы Вдруг превратились в людей Ничем не отличающихся от нас Объяснить столь резкий скачок в развитии Историки не в состоянии Возможно Это сделали генетики 2004 год Мир облетает сенсационная новость Ее авторы Англо-американский коллектив Ученых генетиков Вслед за геномом человека Им удалось полностью расшифровать геном крысы То есть узнать Какой из 25 тысяч генов этого животного Отвечает за ту или иную особенность организма Удивительно Но на генетическом уровне Крысы оказались очень похожи на людей На 90% гены крысы Такие же, как и гены человека Но вы знаете, что человек и крыса Относятся к классам млекопитающих То есть те, кто кормит своих детенышей молоком И действительно по морфологии, биохимии И по генетике мы близки друг к другу В Иерусалиме ученые внимательно рассмотрели крысиный скелет Оказалось, что его строение до мельчайших косточек Совпадает с человеческим Исключение составили кости черепа, ступней и хвоста С точностью совпали и патологии костных тканей Люди и крысы болеют одинаково Ту же самую кровь крысы Когда мы ее проверяем Ее трудно отличить от крови человека Мы ее отдавали на анализ в лаборатории Как раз в которых проверяет кровь человека Они сказали, что особой разницы нет Понимаете, действительно крысы по биохимии и морфологии Очень похожи на нас По мнению уфологов, ген разума Занесен на нашу планету внеземной цивилизацией До ее появления все млекопитающие Земли Находились примерно на одном уровне развития Еды и воды было в достатке А потому у животных не было стимула к развитию На том месте, где сейчас находится пустыня Наска Находился странный объект По мнению исследователей, это генетическая лаборатория В ней инопланетяне проводили опыты над различными животными Это был гигантский эксперимент по выведению на Земле разумной жизни Организм инопланетян, он не был приспособлен к жизни на нашей планете Свои гены они могли передать исконным обитателям Земли Тем самым посеяв разума Через лабораторию Наска прошли без исключения все животные нашей планеты Но, к сожалению, через несколько лет большинство из них отсеялось Гены инопланетных существ подходили далеко не каждому обитателю Земли Одни после таких операций умирали или переставали давать потомство Другие становились разумны, но при этом убивали друг друга В итоге в генетической лаборатории инопланетян осталось два больших сектора Сектор грызунов и сектор приматов Крысы и обезьяны легко переносили генетические операции А главное, гены эволюции и разума передавались их потомкам Внедрив в свои гены достаточному для формирования самостоятельных больших колоний Количеству зверей, инопланетяне покинули Землю Остались только огромные следы генетической лаборатории Которые человечество никак не может идентифицировать Хотя на самом деле здесь-то все понятно Гигантские следы в пустыне Наска Это следы работы той генетической инопланетной базы Которая, в общем-то, и посеяла разумную жизнь на Земле С точки зрения генетиков Усы, шерсть, лапы и хвост Не самые большие отличия крысы от человека Гораздо интереснее свойства крысиных генов Молекула ДНК животного хранит опыт предыдущих поколений Именно поэтому человечеству не удается выработать ни одного действенного способа борьбы с крысами Уничтожить крыс невозможно Вот добиться снижения какой-то численности, да, можно Может быть, до безопасного такого в плане эпидемиологии уровня, да, можно Но победить полностью, пока человеку не удастся У заведующего лаборатории биоконтроля Московского городского центра дезинфекции Николая Бубеева Работа не из приятных Ежедневно он бесстрашно входит в вольер с дикими крысами Николай должен разложить приманки с новыми ядами Этажом ниже в лабораториях ученые совершенствуют средства убийства крыс Это вещества, которые замедляют свертываемость крови То есть, грубо говоря, животное погибает от обильных кровотечений То есть, как внутренних, так и наружных То есть, это носовые кровотечения, внутренние кровоизлияния Съевшее приманку животное погибает через несколько дней Даже человек не смог бы уловить связь Между поглощенным давным-давно лакомством и смертью Однако в Лондоне, где подобные вещества использовали еще в 70-х годах Их эффективность сошла на нет Английские крыс-аловы обратились к генетикам Ответ был шокирующим За два десятка лет в генетическом коде лондонских крыс Появилось звено, повышающее свертываемость крови Яд становится малоэффективным В носу крысы 10 миллионов обонятельных рецепторов Вдвое больше, чем у людей Крыса чувствует запах отдельно, каждый ноздрей Всего за 50 миллисекунд она может определить источник запаха И провести анализ В Москве раньше была одна наша лаборатория И ее хватало для того, чтобы провести обработку этими ядами всего города Сейчас у нас существуют десятки производств Закупают за границей препараты И все равно ситуация хуже, чем была раньше Причину распространения грызунов Дезинфекторы видят не только в фантастической приспособляемости к ядам Наука никогда не сможет угнаться за растущим числом помоек и свалок За последние десятилетия только в Москве популяция крыс выросла в 4 раза По разным оценкам на одного человека в городе приходится от 10 до 40 грызунов Они пугают граждан Наносят многомиллионный ущерб экономике Переносят смертельные заболевания Чума Здесь работает противочумная служба Которая контролирует природные очаги чумы Актуальными остаются такие инфекции, как тулеремия Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Лептоспироз и другие Вот по литературе говорят о том Что они могут переносить более 30 различных инфекций Люди вряд ли когда-нибудь забудут, как в средние века эпидемия чумы унесла треть населения Европы Жертвами болезни стали более 25 миллионов человек Тогда ее переносчиками стали крысы Невероятно, но на Земле есть крысы, которые в конце 20 века спасли человечество от чумы 1994 год Мир облетает страшная новость В Индии зафиксирована вспышка бубонной чумы Газеты наперебой сообщают о возвращении на Землю черной смерти Закрываются школы и государственные учреждения Огромная страна находится в блокаде Прекращены авиарейсы, запрещен импорт индийских товаров Мир напуган Спасаясь от смертельной болезни, тысячи индусов едут в Дышнок Небольшой городок в штате Раджастхан Единственное место на Земле, где люди поклоняются крысам И чудо происходит Сюда приезжали тысячи людей, родственники многих умерли от чумы В храме мы давали им пить воду, которую пили крысы Люди ели надкусанные крысами лакомства Это стало лекарством Ни один из тех, кто вошел на территорию храма, не заболел Местные жители объясняют это просто В их храме обитают не простые, а священные крысы Снующие повсюду зверьки, дети богини Карни Крысиное тело – лишь временное пристанище между смертью и новым рождением на Земле Когда я умру, то воскресну в образе крысы Я рад этому Моя фамилия – Депават Моя каста – Джанг И все мои предки – это прямые потомки богини Поэтому я несколько раз умирал, но хорошо работал И на следующий день после смерти становился белой крысой Я был белой крысой, жил в этом храме, я помню это И все благодаря нашей матери Карни Мата Которая вырвала своих детей из рук бога смерти Ямы В отличие от большинства богов, Карни Мата – реальный исторический персонаж Сохранились документы, указывающие, что эта женщина родилась в Дышноке 3 октября 1388 года Ее мать еще до рождения дочери узнала У нее будет необычный ребенок Своё дитя она вынашивала 21 месяц и никак не могла разродиться Тогда в деревню пришел Раджа и сказал Не торопи жизнь, ибо жизнь, которая в тебе, придет изменить этот мир 3 октября 1388 года она родила на свет девочку, которая сразу заговорила Собравшимся вокруг она сказала Я земное воплощение богини Дурге, я пришла защитить вас Как и положено богине, сразу после рождения Карни стала творить чудеса Она излечила своего отца от укуса кобры, сотворила из воздуха сосуды с водой, напоив умирающих в пустыне, умела воскрешать погибших воинов, превращалась во льва, чтобы растерзать разбойников Отважная женщина даже командовала войсками За 151 год своей жизни разрозненные индийские кланы она объединила в мощное государство Раджастхан А однажды вступила в схватку с самим богом смерти Ямараджей Сын Карни утонул в озере, тогда женщина явилась к богу смерти в образе богини и потребовала вернуть сына Она переселила его душу в крысу, была битва и Карни победила Все жители города свято в это верят Для них серые хвостатые обитатели храма – души умерших родителей или еще не родившихся детей Их поют молоком, угощают сладостями, а в крысиных мордочках нередко узнают родные лица Теория реинкарнации говорит, после смерти душа человека не покидает землю, она перерождается в новом теле При этом души тех, кто прожил жизнь достойно и сотворил много добра, могут выбирать свое новое воплощение Четыре года назад умер мой отец Он был очень добрым, хорошим человеком, многое делал для блага людей Через два месяца после его смерти я пошел в храм Когда я встал на колени перед образом богини, из-за алтаря выбежал маленький крысенок Он подбежал к моему лицу, и тогда я увидел, что у него в зубах маленькая пуговица Точно такая, как была на кителе у папы Я заплакал, это был мой отец Этот человек неоднократно приходил в храм и каждый раз на одном и том же месте встречал крысу Полтора года назад он перестал выбегать ко мне, и я сильно волновался А когда пришел домой, супруга сказала, что она беременна, и у нас родился мальчик Я точно знаю, что это мой отец, мы назвали его его же именем, и он сразу улыбнулся Только теперь я его папа Жители Дишнока не боятся ни крыс, ни самой смерти И в любое свободное время идут в храм, навестить родственников И попросить с их помощью защиты у своей богини, матери Карни Мата Впрочем, крысы спасают людские жизни не только в Индии, но и в Москве Грозунов из Вивария НИИ фармакологии тоже можно считать священными На дрессированных крысах испытывают лекарства Они обучаются сложнейшим условным рефлексам Они умеют избегать опасности Они вырабатывают правильный стереотип поведения Этой крысе в течение суток не давали пить Несколько капель воды она получит только если научится по команде нажимать рычаг Ученица попалась талантливая Через минуту нахождения в электронной клетке она нашла и лампочку, и рычаг Еще через пять минут крыса номер восемь догадалась об их предназначении Сейчас прямо на ваших глазах животное усваивает зависимость Между загорающейся лампочкой и утолением жажды Стоит только раз правильно выполнить последовательность операций Свет, действие вода, и крыса уже не забудет урок Есть и более сложные эксперименты Должны отчитать время Нажимают, потом сидят 20 секунд, потом опять нажимают И получают подкрепление Если они нажмут на 25 секунду, они не получат это подкрепление Они должны точно уложиться, например, в интервал 20-22 секунды И вот крысы это делают И получается у них это очень хорошо, очень четко и очень точно В следующем опыте крыса демонстрирует память Животное мучает жажда Крыса подбегает к поилке и начинает пить Человек замыкает цепь Крыса получает удар током Теперь, даже умирая от жажды, она не подойдет к опасной поилке Если только не примет лекарство от страха Например, без препарата она подходила 10 раз А после препарата 50 раз Вот это мера преодоления страха Несмотря на то, что она там тревогу получает, тревожное состояние То есть это состояние, оно считается очень близко к состоянию человека На этой крысе испытывают лекарство для восстановления памяти Установка под названием «Остров» Крысу на сутки лишают сна Едва животное начинает дремать, как падает с маленького островка в воду И вот явные последствия бессонной ночи Подопытное забывает про удары током и устремляется в наэлектризованную клетку В следующий раз перед высадкой на остров крысе впрыскивают лекарство для улучшения памяти Снова бессонная ночь Но теперь она не отражается на воспоминаниях Крыса не идет в клетку с электрическим полом А значит лекарство действует Исследования на крысах позволяют снять биопотенциалы с глубоких структур подкорковых мозга Поэтому то, что мы не можем сделать на человеке Поскольку сначала лекарственные препараты испытываются на животных Мы уже точно знаем, на какие подкорковые структуры влияет тот или иной препарат Так испытывают лекарства от бессонницы В отдельные участки мозга животного вживляют тончайшие электроды По утверждению медиков операция не отражается на здоровье крыс Выйдя из-под наркоза, крысы покружаются в обычный здоровый сон Компьютер записывает электроэнцефалограмму работы мозга Сон крысы и человека идентичен По графику на мониторе ученые могут определить Когда и какие сны приснились подопытной под действием препарата Электроэнцефалографические исследования дают представление о любом препарате И вещества, которые улучшают сон И препарат, который снимает тревогное состояние И препараты, снимающие депрессию, судороги и другие проявления Так что это очень такая вот тонкая, деликатная и очень точная методика Которая позволяет судить о состоянии мозга человека Крысы уже помогли создать лекарства от инсультов, бессонницы, болезней Альцгеймера и Паркинсона Памятники лабораторным крысам установлены в десятках городов мира От благодарных людей Вот уже более 20 лет Владимир Попов разыскивает в архивных документах Самые необычные уголовные дела Есть в его коллекции дела, заведенное против серого хвостатого преступника Это было в конце 80-х В Белоруссии, в город Гродно, в милицию стали поступать заявления о краже драгоценностей И самое интересное, что все три кражи произошли за неделю в одном подъезде Все случаи происходили вот в этой пятиэтажке Ни следов взлома, ни отпечатков пальцев В квартирах обворованных жильцов обнаружить не удавалось Мой муж тогда работал в торговом флоте И привез мне из Африки золотое кольцо вот это с настоящим бриллиантом Я берегла его, как зеницу ока И вот представьте Муж в плавании Я дома, одна Гостей не было Знакомые не приходили С вечера, как обычно Я кладу его на трюму Утром просыпаюсь Подхожу Кольца нет Приехавшим по вызову милиционерам Татьяна рассказала, что ночью слышала подозрительное шуршание Но в квартире никого не было Дверь закрыта на засов Возле подъезда был выставлен милицейский патруль Однако на следующую ночь кража повторилась уже на третьем этаже И опять золотые украшения и никаких следов На третий раз вор повел себя очень странно Дело в том, что у меня тоже украли ерунду Деньги не взяли Я даже милиции не хотела заявлять А как милиционер увидел Так вспомнила, что меня тоже украли Но говорят, что у соседей На большую сумму пропали драгоценности Спустя месяц милиционеры получили сообщение Из Вильнюса В ломбард сдали похожее по описанию кольцо Сдавший его мужчина Предъявил документы на имя Константина Конева Его задержали При задержании У него в кармане была обнаружена серая крыса Документы у него оказались поддельные Доказательств никаких не было Его задержали за поддельные документы Он пояснил, что это кольцо Он нашел на пляже в Клайпеге И что никакого отношения к кражам он не имеет Но всем было очевидно, что сработала серая крыса Передвигающаяся по местности крыса Как бы снимает кино Во время такого путешествия Активизируется часть мозга Под названием гиппокам Своего рода видеомагнитофон Для записи воспоминаний Фиксируется расстояние между предметами Количество шагов Сенсорные ощущения Запахи К тому же крысы обладают способностью Чувствовать особую энергетику места Эти сведения дают зверьку точнейшую многомерную схему местности Которая останется в его голове навсегда В начале 20 века Огромной популярностью у москвичей Пользуется аттракцион знаменитого Владимира Дурова Впервые в истории дрессуры На сцене крысы Так в номере крысолов из Гамильтона Они буквально облепляют играющего на флейте артиста И второй номер с крысами такой объемный Это крысиный пароход В этом номере все роли Начиная с грузчиков, матросов До капитана Выполняли крысы Матросы поднимали флажки Распускали паруса Поднимали якорь Грузчики по сходням Заносили грузы на палубу Ну а самая важная такая Толстая крыса Серко Была капитаном Она смотрела в подзорную трубу Крутила штурвал Ну а когда поднимался шторм То крысы садились в шлюпки И спасались от кораблекрушения на шлюпках Во время повальной национализации имущества Для Дурова сделаны исключения По распоряжению наркома Луначарского За ним закрепляют право владения зданием На старой божедомке Со всеми дворовыми постройками Немногие знают Что причина такого решения Отнюдь не в любви Новой власти к искусству В перерывах между представлениями В этой комнате над сценой Проводятся парапсихологические опыты Над животными Участие в них принимают Лучшие умы своего времени Академик Бехтерев Профессор физиологии Леонтович Профессор биофизики Чижевский Бехтерев приходил на заседание Ученого совета Зоопсихологической лаборатории Присутствовал при различных опытах А опытов здесь проводилась масса Были опыты и по мысленному внушению Дело в том, что да Владимир Леонидович обладал еще даром гипноза Вот, это, конечно, ему позволяло Ну, помогало в его работе с животными И он мог мысленно внушать Природные особенности и интеллект животных Исследуются в том числе Для нужд молодой Красной Армии Военных интересует возможность Использовать зверей Для разведывательных и диверсионных операций Крысы проявляют себя С самой лучшей стороны Результаты этой работы запечатлевает кинохроника Небольшой столик Крыса И он, как я сейчас сижу, так занимается Причем он дает Не без помощи рук А вот просто движением головы Он дает ей какой-то посыл И крыса делает вальс Потом она приносит ему Какую-то бумажку или тряпочку Такие кадры есть Что дает мне основание Предполагать, что он Не только вот этот эпизодик Что он более широко занимался Этими животными Потенциал этих зверьков огромен Вот дрессированные крысы Бесшумно поднимаются по канату По команде дрессировщика Десантируются с летящего самолета Переплывают водные преграды Их способность управлять Несложными механизмами Не вызывает никаких сомнений Более того Ради достижения цели Они способны разработать стратегию поведения Распределить обязанности И в итоге добиться своего Валентина Снопова Занимается дрессировкой крыс Для театра и кино Ставила там коробку из-под сигарет Вот бутылку пластмассовую И привязывала кусочки рыбы В первую очередь выходил разведчик Но он еще не брал Потом, видя, что с этим разведчиком Ничего не делается Выходит другая, более бойкая Наглая крыса Хватает этот предмет И они таскали коробки из-под зефира Бутылки пластиковые В общем, разные предметы Научиться они могут? Могут Значит, крысы умные животные И их легче учить иной раз Чем некоторых других Что же на самом деле Отличает разум человека От разума крысы? Как выяснили ученые Из университета Флориды Разница всего лишь в нескольких генах Пересадив крысе один человеческий ген Ученые получили супер крыс Их мозг увеличился настолько Что перестал помещаться в черепе В результате серое вещество Сморщилось И образовало извилины Точно такие же, как у людей Гены крыс тоже попадают к людям Они содержатся в генетически Модифицированных продуктах Внедренный в шпинат ген крысы Насыщает его витамином С ГМО-кукуруза Гораздо богаче белками А модифицированный картофель Теряет привлекательность для колорадского жука По мнению некоторых ученых Употребление таких продуктов Может привести к полному исчезновению человека Как вида Генетический модифицированный организм Это организм, который был создан В какой-то степени искусственно То есть туда внедряли гены А гены – это элемент определенной программы От другого организма То есть могут внедрить гены От человека в растение От животных в растение От другого растения То есть фактически любой ген От любого организма Можно внедрить в растение На первый взгляд Эта технология делает пищу более совершенной Урожай генетически модифицированной сои В разы больше обыкновенной Однако, увлекшись потрясающими прямыми результатами Генетики не заметили побочных Попадая в организм человека Внедренные гены продолжают работать Происходит внедрение фрагмента ДНК генов И когда они попадают в клетки наших органов Они изменяют работу этой клетки Эксперименты Ермаковой наглядно показали Употребление в пищу трансгенных продуктов Может привести к бесплодию В наших исследованиях Мы самкам добавляем генетическую инференцию В первом поколении более 50 крысят погибли Из оставшихся в живых Около 40% были недоразвитыми Они были значительно меньше по размеру и весу И не дали потомства Казалось бы, генетики Неожиданно для себя изобрели Радикальный способ борьбы с грозунами Никаких ядов Просто надо кормить крыс в подвалах Генетически модифицированными продуктами И они перестанут размножаться Но крысы оказались умнее В отличие от своих лабораторных сородичей Пасюки наотрез отказались пожирать Трансгенные лакомства Люди же продолжают поглощать их тоннами Это несколько линий кукурузы трансгенных Это три линии сои Три линии картофеля, рис, свекла И вот здесь мы можем получить Трансгенные линии Но в мире существует намного больше Этих линий генетически модифицированных организмов Это почти все овощи, фрукты Основные ягоды Такие эксперименты с геномом Они очень опасны Потому что мы вообще внедряемся в программу жизни И к сожалению мы эту программу нарушили То есть я вообще считаю Что глобальное распространение Генетически модифицированных организмов Это страшнее атомной бомбы Идентичность организмов человека и крысы Полностью доказана Но люди не могут отличить опасные продукты Ни по виду, ни по запаху А значит через несколько поколений Трансгенная еда лишит человечества Способности иметь детей Крысы же продолжат размножаться Вполне вероятно Они предпримут попытку потеснить человечество Крысы уже пытались захватить землю Настоящую мощь своей цивилизации Они продемонстрировали во время Великой Отечественной войны Юрий Симонов хорошо помнит блокаду Ленинграда Тогда на каждого жителя города приходилось по 125 граммов хлеба в сутки Фашисты каждый день бомбили Ленинград с воздуха А из городских подвалов на вымирающий город Наступала серая сила Причем не просто крысы Это были пасюки Это очень крупного размера крысы Размером примерно с небольшой кошкой Это не мышки Это вот такое вот сооружение Их хвост примерно такой же длины Бороться с ними бесполезно Потому что они очень умны И в общем они подняли голову Когда исчезли кошки и собаки К зиме 42-43 года люди съели всех домашних животных От голода погибло более 800 тысяч человек Опустевшие кварталы тут же заполнили крысы Зимой 43-го года хвостатые мародеры уже открыто нападали на людей По ночам, повинуясь воле невидимого командующего Они выходили на улицы И совершали налеты на продовольственные склады Количество их было невероятное Начиналось от Херсонской улицы И продолжалось до монастырка Крысы прорывали ходы В подполье мучных складов На набережной были так называемые калашнические склады Это были колоссальные каменные амбары Длиной примерно Ну, четырехвагонный состав трамвайный Двухэтажные Свидетели утверждают Нападения крыс на склады хорошо организованы И человек со своими машинами, гранатами и автоматами Оказывается бессилен Они ходят на водопой стадом Которые перекрывают ленты улицы Это страшно Только убежать можно Как муравьи Это жутко Город взвыл Спасти положение помог опыт Петра Первого Горожане вспомнили, как в сороковые годы 18 века Крысы в прямом смысле слова захватили кронштадтские продовольственные склады Тогда по всей стране отлавливали котов и доставляли в Кронштадт Более того, коты были внесены в штатные книги А из бюджета города каждому коту было положено годовое содержание в один рубль В феврале 43-го года советским войскам удалось частично прорвать блокаду По льду Ладожского озера проложили дорогу жизни, связавшую Ленинград с большой землей Одним из первых грузов было биологическое оружие против крыс Приказом первого секретаря обкома было доставлено из Ярославской области Четыре вагона дымчатых котов и кошек Были заказаны дымчатые На тот момент они были лучшими крысыловыми Юрию Симонову довелось из первых уст узнать о том, как происходила разгрузка стратегического груза Бой был такой из вагонов, это вот наша дворничка рассказывала Что открыть дверь руками побоялись Поэтому сделали так, затворы все открыли К краям двери, значит, привязали веревку И издали, значит, ворота вытянули И вся эта араба вывалилась Вот, это было котяры Это были хорошие, свирепые бойцы Победить нашествие серых полчищ смогли только их естественные враги Уже через месяц после высадки мяукающего десанта На улицах Ленинграда не осталось ни одной крысы Тогда нашествие удалось отбить Сегодня вновь количество грызунов в городах увеличивается с каждым годом А значит, ситуация может повториться Мы создали потребительскую цивилизацию Мы от природы берем примерно 96-97% Отдаем ей совсем мизер А поскольку природа все-таки разумна Она может принять решение И выбрать Останутся они и откажутся от нас Добро и зло Черное и белое В течение веков человечество балансирует меж этих понятий Один шаг в сторону, и катастрофа неизбежна Гомо-сапиенс сменит новая цивилизация Из-за своей самоуверенности мы, люди, не можем признать, что крысы обладают разумом В своей жизни они руководствуются не столько инстинктами и рефлексами Сколько опытом, умением сопоставлять факты, памятью и даже чувствами Ратус сапиенс Крыса разумная Самый реальный претендент Название нового хозяина Земли Это был уже вопрос техники С тех пор мы постоянно позволяли откусывать у себя территории Мы уступали И вот вдруг в марте 2014 года мы начали собирать свои пяги и крохи Это был первый ответный удар России Удар силой на силу, как выразился президент Путин То есть вот эти 30 дней между Американо-Бандеровским переворотом в Киеве И Крымской Виктории Они действительно изменили мир И за эти 30 дней произошла ошибка мирового уровня и национального Внутренних факторов и внешних, прошлого и настоящего Русского мира и западного Вообще делить в современном мире На мир современный, на внутренние и внешние факторы Штука очень сложная Потому что в современном мире почти все границы носят пунктирный характер Но с точки зрения аналитической мы все-таки разделим на некоторые внутренние факторы и внешние Что лежит в основе украинского кризиса Я прекрасно понимаю тех людей, которые говорят Ну как же так, Запад во всем виноват Если бы не было внутренних проблем Ну естественно, если бы не было внутренних проблем, ничего не было бы Но с другой стороны, в мире столько безнадеги Что если бы внутренних факторов было достаточно Сейчас весь мир полыхал бы Но он почему-то полыхает там, где это кому-то нужно Так вот, каковы базовые внутренние факторы современного украинского кризиса? Первый из них заключается в том, что Украина в том виде, в котором она возникла в 1991 году Это абсолютно нежизнеспособное искусственное образование Она могла нормально существовать только в рамках Советского Союза Где у нее... Кстати, кто помнит, где павильон Украина на ВДНХ находится? В Иннокентии Да, но он в центре находится Это просто, так сказать, мы Украину поставили в центр То есть зафиксировали ее очень важное положение И тот факт, что украинские олигархи Это которые проедали свою страну значительно более тупо, чем наши в 90-е годы То, что они ее проедали 20 лет Это говорит вешний раз о том, что советское наследие даже на Украине было очень мощным И там было, что проесть Но судьба не дает ничего навечно И вот за 20 лет все было проедено И, собственно, что сделал Янукович с точки зрения отношения социального государства? Янукович уничтожил последние остатки социального государства на Украине И вот это обострение ситуации, когда обострились проблемы между олигархическими кланами Между олигархической системой и населением Вот эти люди на Майдан сначала вышли люди, недовольные жлобско-оллигархическим, тупым режимом Януковича Но, как в свое время сказали Маркс и Энгельс по поводу революции 1948 года в Европе Теперь мы знаем, какую роль в революции играет глупость и как негодяи умеют ее использовать Этот процесс был использован теми, кто решил сыграть двойную игру Поменять один олигархический режим на другой И поставить вместо на три четверти прозападного Януковича Сто процентно прозападную кандидатуру И единственное, что в этот раз было интересного принципиально нового на Майдане Если в 2004 году оранжевая революция была совершена силами либералов То здесь мы увидели новинку, которую, наверное, попытаются отработать и на России в перспективе американцев Это союз либералов и неонацистов То есть союз либералов и бандеровцев Это принципиально новая вещь Вопрос с точки зрения внешней Откуда взялись бандеровцы? Вроде бы бандеровцы Это давнишний совершенно какой-то, так сказать, выстрел из прошлого Но на самом деле в последние 20 лет О том, что было в советское время, я чуть позже скажу Но в последние 20 лет Западные спецслужбы, практически все И ЦРУ, и БНД, и израильские спецслужбы активно работали на Украине Они занимались подъемом вот этого вот активной работы с бандеровцами С нео-бандеровцами И тем же занимались различные некоммерческие организации на Украине Те, кто сидел на украинских грантах, тоже работали на это Я в прошлом году на Сергею читал лекции Ребята с Украины мне рассказывали, что практически во всех крупных учебных заведениях в Киеве Есть натовские комнаты И если ты хочешь в перспективе получить хорошее место Ты должен пойти один-два курса прослушать по натовской линии То есть они очень активно работали Результат Киев, не галицийский город Но киевская интеллигенция на 90% галичанская по своим взглядам То есть они 20 лет работали Что делали мы? Что делал наш посол Чернобырдин? Конечно, его не спросишь Но я очень хорошо помню, как нам по телевизору показывали, как Чернобырдин играет на баяне Это, видимо, его кармическое занятие И распевает песни с олигархами Зурабов вообще непонятно, чем занимался, но ясно, что главным образом они работали с олигархами С классово близкими А вот западные службы и НКО работали со всеми слоями населения С интеллигенцией С националистами Иными словами, то, что сегодня, то, что это выставило сейчас Это результат активной работы Запада в последние 20 лет Но здесь нужно сказать о том, что делалось в советское время У нас очень, мы часто забываем, а что, собственно, у Украины происходило после 1955 года Ясно, что с 1945 года было бандеровское подполье А вот с 1955 года, так сказать, подполье вышло В интернете висит, я не буду ее всю пересказывать, но какие-то тезисы обязательно зафиксирую Висит очень интересная статья небольшая Игоря Леонидова из военного обоснования, посвященная этой проблеме Дело в том, что в 1955 году Хрущев подписал указ о реабилитации тех, кто сотрудничал с фашизмом И это было 10 лет после окончания войны И в результате, если говорить об Украине Бандеровцы приняли решение о постепенном внедрении в комсомольские, партийные, государственные и советские организации В это же время началась репатриация украинцев из Канады И с 1955 по 1959 год на Украину прибыло 50 тысяч человек А затем в течение 10 лет еще 50 тысяч Ясно, что приезжали там разные люди В результате получилось следующее Началась политическая натурализация ОУНовцев, бывших, в структурах украинской власти И к середине 60-х годов результат был таков Значит, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях 35-40% людей, занимавших ответственные должности в комсомольских, партийных, советских и государственных организациях Это были либо репатрианты, либо бывшие ванерыцы, или члены их семьи Распростили, все, вот они сюда и двинулись Очень важно, что ОУНовцы, которые возвращались на Украину и устраивались здесь Они когда-то, когда отбывали срок в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке Они, как правило, устраивались на Золотые Прииски, а они вернулись с деньгами Это очень похожая ситуация на ингуш золота И, иными словами, начался процесс очень активного внедрения украинских националистов в партийные организации и так далее И уже в середине 60-х годов это дало свои результаты Причем результаты на разных уровнях Начиная от того, что в октябре 65-го года на Полинбюро Шелест поставил вопрос о предоставлении Украинской СССР самостоятельности во внешнеэкономической деятельности То есть это, по сути дела, шаг к суверенизации Ну, до мелочей мелочи, но в таких мелочах очень часто появляется следующее Знаете, в середине 60-х годов Федерация Футбола СССР обратилась к Федерации Футбола Украины Чтобы объявление на стадионе, кто забил гол, чтобы оно не было таким, как будто это военная победа Ну, те, кто смотрел футбол в 60-е годы, наверное, помнят Там, когда Федерация Футбола забивала гол, скажем, диктор торжественно говорил на седьмой хвилине Гол забыл, Василь Турянчик И это говорилось так, как будто одержана военная победа И Федерация Футбола была вынуждена обратиться, чтобы это не было вот так помпезно То есть это проникало во все сферы Чем занимались вот эти вот бандероиды, которые вошли в госструктуры Они поддерживали диссидентов прозападных, они поддерживали гуниатов, католиков И они всячески работали на украинский национализм Вообще, нужно сказать, что было огромное количество сотрудников КГБ в бандеровском подполье Но теперь непонятно, кто на кого больше влиял И еще очень интересный момент Это книга Каминского, которая была издана в США и в Канаде в 70-м году Называлась она за современную концепцию украинской революции В Киеве ее можно было купить в букинистах на развале уже в советское время Значит, он говорил о том, что надо готовить национальную революцию на Украине Но для этого, пишет, писал Каминский, уже не нужны подпольные структуры Надо, чтобы те люди, которые находятся у власти, они поддерживали националистов И диссидентов И Леонидов делает вывод, что весь советский период на Украине Практически происходила смычка националистического движения с пар госаппаратов Кстати, если вспомнить, что Кравчук, который отвечал за национальную политику И всячески формально вроде бы давил украинских националистов Первый президент совершенно спецнационалистический человек Возможно, Леонидов сгущает краски, смычки не произошло Но то, что тенденция к этому была, это совершенно очевидно Иными словами, то, что произошло на Украине Это результат долгосрочной работы бандеровского подполя В тесном контакте с американской и западно-германской разведкой Ну а после 1991 года это уже работа совершенно в открытую Здесь появились активно и ЦРУ, и наши товарищи, которые работали на Украине в 90-е годы Они уже тогда говорили, что СБУ это филиал ФБР и ЦРУ То есть вот здесь смычка внешних и внутренних факторов Теперь о внешних факторах Причем я начну с фактора, который, казалось бы, далеко от Украины Хотя в современном мире вообще трудно сказать, какие факторы от каких далеко Дело в том, что с первых лет 21 века нарастали американо-российские противоречия Важный момент был война 08-08-08 И попытка Соединенных Штатов не допустить третьего срока президентства Путина Ну а уж когда в арабском мире началась так называемая арабская весна По сути дела спецоперация западная, которую очень хорошо готовили с 2004 года Вся эта спецоперация уперлась в Сирию И на Сирии она сломалась благодаря позиции России и Китая Сейчас очень часто говорят о том, что главный противник Соединенных Штатов это Китай Он их экономический конкурент Да, он их экономический конкурент Но единственная страна, которая может до сих пор нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам Это Россия И это определяет все остальное И кстати разделение труда в этом отношении соперничества США Очень четко видно по тому каналу, который сейчас будут рыть в Никарагуа Альтернативный Панамскому Экономическая часть за Китаем А военное прикрытие обеспечивает Россия Для чего она получает базу в Никарагуа Значит, что произошло в американской внешней политике за тот период, о котором мы говорим Буш пытался создать на Ближнем Востоке новый порядок Силеных не хватило, кубок развязался У Обамы, у кланов, которые стоят за Обамой Другая стратегия Это создание ситуации управляемого хаоса По которому, можно сказать, искрой, как Бигфордову штуру Пробежит до Центральной Азии и Капказа И вдруг Сирия оказалась той китайской стеной В российско-китайском исполнении Которая стала на пути этого Бигфордова штура У меня нет, естественно, прямых доказательств Но я рассматриваю украинскую ситуацию Как отчасти асимметричный ответ Соединенных Штатов На их провал в Сирии И после сирийских событий Вот эта анаконда, которая движется по периметру наших национальных И, что не менее важно, стратегических границ Которые дальше национальных Эта анаконда зашевелилась И помимо сирийского фронта Американско-российского противостояния Возник украинский фронт Помимо чисто геополитических вещей Есть геоэкономические По телевизору недавно очень хорошо показали Донбасс Газ И интересы Американских корпораций То есть здесь все очень Очень Прозрачно Почему именно Украина была выбрана Вот тем Плацдармом С которого работать против России У нас очень любят цитировать Бжезинского Который сказал, что Россия без Украины Никогда не станет великой державой Ну это Бжезинский поторопился Станет, хотя это будет сложнее Но проблема здесь Но главное здесь в данном случае я хочу сказать другое Бжезинский не оригинален Цитировать нужно тех, кто раньше него это сказал В начале 20 века немецкий генерал Рогбах Сказал, что для того, чтобы решить проблему России Чтобы она не угрожала Европе И естественно думала о Германии Необходимо оторвать Дальше я его цитирую дословно Украинских, русских От московских, русских То есть для него это один народ И противопоставить Но дело даже не в противопоставлении Еще раньше, в конце 19 века немецкие политики Включая писанок Говорили о том, что нужно не просто Противопоставить Россию и Украине Нужно на самой Украине Вырастить людей Украинцев С сознанием измененным до такой степени Что на них все русское будет ненавистным Чтобы вырастить антирусских Русских Этаких вот орков Зомби Которые ненавидят Россию И собственно галлицейский проект Который развивались сначала Австро-Энгрия, затем Германия, Польша А затем Соединенные Штаты Собственно он и есть Вот это вот Стремление создать таких антирусских Украинцев Кстати аналогия Хорват и серб Это та же схема То есть из одного народа Выбирается часть Она психоисторически Перекодируется И ее бросают на остальную На остальную часть Большую роль в этом играла Католическая церковь Очень активную Не нужно этого забывать И когда-то Константин Леонтьев сказал Что Чехия Это то оружие Которое мы отбили У немцев И против немцев Обратили Но вот Украинцы По замыслу Противоположной стороны Это нечто противоположное Это то что Отбили у русских И против русских Обратили Вот Все это Комбинация всех этих Внутренних и внешних факторов Тесном переплетении Она выстроила в декабре А 21 февраля Между 18 и 20 часами Настал момент истинный Произошел переворот В 18.00 21 февраля Майдан был наполовину Уже зачищен И дальше Как говорил Василий Иванович Нужно было На плечах противника Шарашить вперед Но Янукович останавливает Люди которые В этом участвовали активно Они говорили Что мы шли толпой А за нами шли беркутовцы И вдруг мы идем Смотрим А беркутовцы стоят Говорят А чего вы остановились Хотя беркутовцы было Значительно меньше Чем в этой толпе Причем вот эта толпа Трехтысячная Она погнала 15-тичную Майданную Толпу Они сказали У нас приказ остановиться То есть Янукович Дал приказ остановиться Видимо Шли какие-то переговоры И Янукович полагал Что он Сможет Перехитрить Американцев Но вышло из этого То что вышло Произошел переворот Торжество Укронацистов И следующий шаг Был Вот вся эта линия Должна была Закончиться Выдавливанием России Из Причерноморья Которая Из Крыма Контролирует Огромную Зону Средиземного Моля Насколько она Контролирует Я приведу Такой эпизод Этот эпизод Мне рассказывал Человек Который От имени Украинского Правительства Должен был Подкупить Адмирала Ксатонова Нашего Ему давался Миллион долларов Ему давалась Квартира На Крещатике И там Какая-то Обалденная Совершенно Пенсия Этот человек Пришел к нему С чемоданчиком И объяснил Что он от него хочет На что Ксатону Сказал Пойдем со мной Я тебе кое-что покажу Человек Испугался Но пошел Он ему показал Огромный экран И говорит Вот видишь Вот видишь Вот ливия Он говорит Я нажимаю кнопку И никакой ливии нет Американских басных И говорит Ты думаешь Я за миллион долларов Вот это отдам То есть Вот эта зона Я недавно Как раз видел Такую схему В одной из наших газет Что контролирует Что можно контролировать И что можно поразить Контролирует Действительно Практически все Средиземное море И отдать Вот эта Россия Не могла И Путин Об этом Кстати Совершенно четко И откровенно Сказал Трудно говорить Вообще Есть некий цинизм Когда мы рассуждаем В таких ситуациях Кто выиграл Кто проиграл Потому что мы сейчас Увидим Что происходит В Донецке И здесь Это разговор о том Кто выиграл Кто проиграл Но политика Что-то циничная И взвешивает Кто выиграл Кто проиграл Можно сказать Что безусловно Главный Бенефициант Вот этой всей ситуации Это Китайская Народная Республика В чем заключается Стратегия Китая Выдавливание Соединенных Штатов Из Евразии Они это Прогласили Что произошло В результате Украинского гризиса Резкое ухудшение Американо-российских Отношений Это в пользу Китая Россия выиграла Безусловно Выиграла И морально И политически Только Нужно Двигаться дальше И не останавливаться Кто проиграл Ну не Соединенные Штаты А кланы Которые ставят за Обамой И Это полная дискредитация Вообще нужно сказать Что весь украинский кризис Это полная дискредитация Практически всех Западных лидеров Они продемонстрировали Свою полную Неадекватность Потому что Когда Говорится о том Что грозят пальчиком И говорят Вот это будет Такая санкция Вы знаете Мы с вас На 5 рублей Оштрафуем А на 6 рублей Оштрафуем И это означает Что у Запада Нет реального ответа И этот шаг России Был очень Очень Неожиданным Что В такой Ситуации Могут делать США Ясно совершенно Что Англосаксы В этом отношении Показывают Вся эта история Как гульдуги Пока Не вырвешь зубы Они вцепляются И они не будут Отпускать Они будут Додавливать Своё И кстати Этому нужно У них вообще Поучиться Это правильный подход Но Дело в том Что они будут делать Они безусловно Будут расшатывать Ситуацию А Извне Я думаю Что кроме Сибирского Украинского фронта У нас могут появиться Кавказский Центральный Азиатский Арктический И кроме того Они будут Расшатывать Ситуацию Изнутри Страны Причем думаю Что сместят Они свое внимание Со столиц На Городомиллионники Наценные В американском Конгрессе В американском Конгрессе Внесет закон И проект Документ Номер 2277 Он так вывешен На официальном санкте Называется он Russian Aggression Prevention Act То есть Акт О предотвращении Российской Агрессии Значит Что предполагается Санкции Военные учения Близ границы РФ Это сколько угодно Это как Галич пел Это рыжий Все на публике А вот серьезно В 2015 В 2017 Годах Предполагается Выделить Каждый год 10 миллиардов Долларов На развитие Демократии В России То есть Это усиление Активности По программам И образовательно Культурным Программам Прошло сообщение Что американцы Начали покупать Интернет порталы В таких наших Городах Как Свердловск То есть Екатеринбург Омск Новосибирск То есть Речь идет О городах Москва и Питер Относительно Благополучные Города А вот Когда по осени Могут возникнуть Проблемы Связанные С тем Что у нас Экономический Рост Главное начальство Говорит На целых Три десятых Процента Экономисты Говорят На целых Восемьдесятых Процентов Но в общем В любом случае Роста Практически Нет И вот Эту ситуацию Они будут Безусловно Стараться Использовать Что такое Вот этот Russian Aggression Proviation Act Это безусловно Бешать Во внутренние Дела России Очень интересно Что расписано По этому акту На что Должны быть направлены Действия Соединенных Штатов Улучшить Демократическое Правление Борьба с коррупцией Это Десять Навальных Запустят Вперед И они будут Кричать Далой коррупцию На Майдан Тоже люди вышли Которые орали Далой коррупцию Следы Развитие Нецензурируемого Интернета Создание Условий Для работы Независимых СМИ Усиление Их поддержки Со стороны США Хорошая форма Урок Я цитил дословно Независимые СМИ Которые Поддержаны США То есть Это зависимые США СМИ Вообще Кризис Со стеклянной Ясностью Как сказал Монавуков Продемонстрировал Двойные Стандарты Просто Ну вот Дальше Некуда И вот Этот принцип Запада Когда На черное Говорят Белое На белое Черное Ну его Можно Проинвстрировать Крыловским Ты виноват Уж тем Что хочется Мне кушать Дальше мы не обращаем внимания Ни на что Но вот Одна важная вещь Которая проскочила И В общем-то Понятно Уже несколько лет назад Было Что эта линия Будет Развиваться Поскольку Понятно Было Что идет Такая ползучая Реабилитация Нацизма И вот Наконец Мы на Украине Увидели Схему Либералы Вместе С неонацистами Работают В одной В одной Упряжке И если Посмотреть Что происходит В Европе Ну недавно Букванов Швейцарии Отменили запрет На Нацистское Приветствие Меня это не удивило Я думаю Что следующая страна В которой произойдет Нечто подобное Будет Швеция Дело в том Что Когда Борман С 43 по 45 Года Закладывал фундамент Третьего рейха И когда он создал 70 транснациональных Компаний По 223 223 По-моему 228 Были Швеция И Швейцария То есть Это наиболее Такие были Доверенные страны Страны Для уже Четвертого рейха И то Что произошло Швейцария Это не удивительно На это же Будет работать К сожалению Еще одна тенденция Которая на самом деле Не является негативной Мы видим Что сейчас В Европарламенте Четверть мест Завоевали Праворадикальные партии Их называют Праворадикальные Ну какая Мария Липовна Праворадикальные Это не Праворадикальные партии Это реалисты Которые Не хотят жить Под дудку Евросоюза Но Тем не менее Вот этот Национализм Радикальный Его можно Использовать В упряжке С нацистом Тем более Что по своему Цели Полаганью Западная Верхушка Очень похожа На Демонстрирует Сходство С нацистами Какие проблемы Возникают у нас После украинского Кризиса Проблем две Первая Заключается в следующем Грымская Виктория Замечательна Внешняя политика Державная Замечательна Но она Должна Сопровождаться Внутренней политикой Определенной Если наше Противостояние С Западом Это надолго Я думаю Это надолго Потому что Англосаксы Никогда не прощают Тех фокусов Которые сделала Россия в Крыму Значит Они постараются Тот режим Который существует В России Снести Снести Там нейтрализовать Но Длительное Противостояние Запада На основе Ублюдочной Неолиберальной Компрадорской Экономики Невозможно Нужна Мобилизационная Экономика Но дело в том Что Экономика Это всегда Элемент Системы Значит Нужна не просто Мобилизационная Экономика А мобилизационная Система Со всеми Вытекающими Социально-политическими Последствиями То есть Необходимо Устранить Противоречия Между державной Внешней политикой И Сырьевой Интеграцией В мировую систему На чем Погорела Помимо прочего Российская Империя К 17-му Году И Советский Но экономическое Было следующее Противоречие Между великодержавным Статусом Во внешней политике И сырьевой Специализацией В системе То есть Либо ты Остаешься Сырьевым Придатком Либо ты Становишься Великой державой С мощной Военно-промышленной Экономикой Я напомню Что Советский Союз Создал Автономный От Запада Военно-промышленный Комплекс В 1937 году Поэтому мы Сломали хребет Гитлеру И Наши Деды и отцы Расписались на Рейхстаге Это первая проблема Вторая проблема Которая выявил Украинский фейс Это пятая колонна Вроде бы Этих людей Не так много По крайней мере В СМИ Но дело в том Что те кто в СМИ Это Верхушка айсберга Пятая колонна Есть и во власти И в бизнес Структурах И Допустить Существование Вот этих людей Ни одна Страна Скажем Соединенные Штаты Этого Себе не позволили О чем идет речь О политика Правовом Никакого физического Ну разве только Синяк под глазом Но тем не менее Политика правовая Научная И Моральное Подавление Пятой колонны В политико-правовом Плане Необходимо Заткнуть Этим людям Рот Потому что Когда Российская Зарегистрирована В России СМИ Говорит Что Воссоединение С Крымом Это Производитель